Здравствуйте! В первые праздничные дни мая российский фондовый индекс ММВБ сумел прибавить 0,4% до 2306 пунктов. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,8% до 73 долларов за баррель. Золото по итогам начала недели потеряло около 1% до 1310 долларов за тройскую унцию. В условиях резких скачков стоимости валюты и нестабильности на фондовых рынках самое время вновь поговорить о защитных активах. Недвижимость и золото. В чем специфика этих инструментов и нужны ли они в портфеле в периоды потрясений на рынках? Давайте поговорим об этом. Каждый инвестор ищет для себя те варианты защиты портфеля, которые кажутся ему не только наиболее надежными, но и более понятными. А что может быть надежнее и понятнее, чем золото и недвижимость? Однако все не так просто. Цены на жилье могут упасть и оставаться внизу очень длительное время. Теоретически они вообще могут не вернуться назад, по крайней мере, на горизонте 10 и более лет. Кроме того, недвижимость не обладает необходимой ликвидностью. Быстро продать и купить квартиру скорее всего не получится. Тогда может быть золото спасет портфель от снижения? Что ж, золото понятный большинству инструмент. А из-за того, что в периоды падения фондовых рынков многие инвесторы начинают перекладываться в золото, оно растет в цене, показывая динамику, противоположную динамике рынка акций. Но считать золото абсолютной панацеей было бы ошибкой. В истории немало случаев, когда цены на золото снижались вместе с фондовыми индексами. Вот только потом индексы быстро восстанавливались, а цены на золото никак не могли достичь прежних значений. Выход только один – создавать диверсифицированный портфель, в котором найдется место и потенциально высокодоходным акциям, и бумагам надежных эмитентов, облигациям крупных корпораций и государственным долговым бумагам, валюте, а также драгоценным металлом. Если вы можете позволить себе покупку инвестиционной недвижимости, можно включить в портфель и этот актив. Как правило, реально высокую прибыль может принести покупка не вторички, а квартиры на этапе котлована, так как уже к моменту сдачи нового жилого комплекса стоимость квадратного метра в нем может вырасти более чем на треть. Впрочем, о покупке недвижимости мы еще поговорим подробнее в следующих выпусках. Ваш индивидуальный способ достижения цели.